Итак, следующий вопрос. Есть ли хадисы касательно того, что Алибн Абиталиб являются валию Аллах? Не только хадисы на этот счет есть, есть на этот счет и аяты Священного Корана. Но для начала, наверное, лучше сказать, что вообще валию Аллах значит. Валию Аллах — это вали от Аллаха, потому что мудаф, мудаф нелей имеет три вида. То есть здесь нужно разбираться, каким из этих трех видов является. Если переводить на русский язык, то это будет валий Аллаха, то есть валий от Аллаха. Правильнее переводить вот так. Валий от Аллаха. Покровитель от Аллаха, если хотите, чтобы было понятнее. Хотя я не совсем согласен с переводом покровитель. Я считаю, что валий имеет более глубокий смысл. Который разъяснен также в Священном Коране, разъясненный в хадисах и так далее. Но можно для удобства переводить как покровитель. То есть валий Аллах как покровитель от Аллаха. Властитель от Аллаха, владеющий от Аллаха. То есть тот, кому это владение Всевышний поручил. Кому Всевышний это покровительство поручил. И с этой точки зрения, в Священном Коране, Али ибн Абиталиб, а.С., конечно же, назван валию Аллах. Это 55-й аят, 5-й суры, где Всевышний говорит, «Иннама валиюкумуллах», что вашим валий является Аллах, «Ва Расулуху и его посланник, «Валладина аману, алладина юкимуна ссалата, ва юктуна сзаката, ва хум ра киу». Является Аллах вашим валий, посланник, и те, которые совершают молитву, те, которые уверовали и совершают молитву, и выплачивают закат, будучи в поясном поклоне. А этим человеком, как мы все прекрасно знаем, является Али ибн Абиталиб, а.С. Таким образом, Всевышний в этом аяте назначил Али ибн Абиталиб, а.С. нашим валией. И таким образом он является валию Аллах, то есть валией от Аллаха. А что касается самого вот этого выражения валию Аллах, то опять-таки это выражение в наших, в частности, книгах, по хадисам, в сборниках хадисов, это выражение также дошло. Например, в Аль-Кафи содержится, имеется вот это вот выражение валию Аллах, в ман ла яхдоруху л-фақих имеется это выражение, и даже более того, в суннистских книгах даже имеется это выражение. В некоторых хадисах, например, в книге Мена-Акебу Али ибн Абиталиб передается предание, что когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи, а.с. поднялся в мейрадж, в ночной перенос, поднялся на небо в мейрадж, то он увидел, что, увидел на небесах надпись, что Али является валию Аллах, алиюн валию Аллах. Эту надпись посланник Аллаха, салаллаху алейхи, а.с. увидел, и этот хадис передается, в том числе и в некоторых суннистских источниках. Алиюн Корректор А.Кулакова Продолжение следует...